Каждый год я смотрю на рынок ноутбуков и каждый год мне кажется, что вот ну уже все, тупик, уже нечего придумать, уже нечем удивлять и что уже, кризис идей. Каждый год компании как-то изощряются. Сегодня мы посмотрим, как изощрилась компания Acer, посмотрим, что значит современный ноутбук в понятии этой компании. Будут разные решения, будут игровые решения для контент-мейкеров, для работы, для учебы. Погнали! Это Acer Swift 5, пожалуй, самый легкий ноутбук из тех, что мне вообще удавалось держать в руках, невероятно легкая штучка. 14 дюймов, масса 990 грамм. Это действительно очень легко, при этом его толщина 14,95 миллиметра, есть USB-шники, есть USB Type-C, HDMI не забыли, еще один USB-шник. Ну, собственно, что и тут, что сказать? Самое, что интересное, почти в каждой категории ноутбуков получается по 4 модели. Если мы говорим про Swift, то это новинка Swift 5, есть также Swift 7, есть Swift 1 и Swift 3. Мы их вам тоже еще покажем. Смотрите, вот чисто печатная машинка, маленькие рамки по бокам, MX250 видеокарта. Аккумулятор обещают на 12,5 часов работы. И, что еще примечательно, здесь стоит Core i7 10-го поколения. То есть новый процессор, более энергоэффективный, более, в принципе, мощный. Вот и все. Как бы можно дождаться его на тест. А пока мы дальше пойдем вам показывать новинки. Еще игровые ноутбуки там есть. Есть еще специальные для креативщиков. И даже 4 хромбука. Мы, наконец-то, добрались до стойки Concept D. Очень тяжелая штучка. Здесь тоже представлено несколько моделей. Это уже гаджеты для людей, которые занимаются творчеством. Мы говорим про самое топовое устройство Concept D9 Pro. Это даже не ноутбук, это рабочая станция. Вы видите, как расположен у него экран. Его можно менять по-разному. Углы наклона. Вот таким образом. Как будто у вас просто в воздухе висит дополнительный монитор, который вы можете себе как угодно передвигать. Здесь крепится у нас вот такой вот замечательный стилус. Можно что-то подписать. Как всегда, 4К-экран. Pantone Validated экранчик, который запатентован специальной конторой. Типа правильная калибровка и прочее. И что у нас идет по техническим характеристикам? Здесь используется видеокарта Quadro 5000. О ней мы с вами уже говорили. Здесь вышел представитель компании NVIDIA. Рассказал, насколько это мощное решение. Core i7 9-го поколения. 64 гигабайта оперативки у видеокарты. 16 гигов памяти. Это прилично. По поводу цен. Если мы узнаем цены, мы выведем вот здесь снизу строкой. Потому что страшно представить, сколько такая вещь будет стоить. Ну, довольно забавное, нестандартное решение. Мало где такое увидишь. Вопрос лишь только в том, как долго с точки зрения износостойкости прослужат вот эти шарниры. Если постоянно все это дело двигать, перемещать. Кстати, вон, видите, у ребят еще белая версия. Это более простой. Тоже Concept D это семерочка. Там тоже хороший процессор. Тоже хорошая видеокарта. Там стоит 20-60. Но это более простое решение. Это самое навороченное. И там еще более бюджетный. Тут сейчас мы перемещаемся на территорию геймерских ноутбуков. И, наверное, стоило бы вам рассказать еще про хромбуки. Но нет никакого смысла это делать, потому что у нас они не слишком популяризированы. Хромбуки больше всего используют в Америке для учебы. Поэтому сессию как бы про учебную часть мы опустим. Перейдем сразу же к геймерскому оборудованию. Мы вам уже рассказали про Swift. Про самые тонкие и легкие рабочие ноутбуки. Про творческие ноутбуки Concept D тоже поговорили. Идемте теперь в геймерскую тематику окунемся. Ребята, Acer Predator Triton 500 ноутбук с экраном 300 Гц с разрешением Full HD. Здесь у нас Core i7 9-го поколения. 32 гига оперативки. Видяха, конечно же, 2080 Max-Q. Но под такой экран грех такую видяху не поставить. Так прилично нагрелся снизу. Здесь гоняли игры на нем. Кстати, заметьте габариты. Толщина 20 мм для игрового ноутбука. Хотя на самом деле внешний вид такой, знаете, какой-то скромненький. Я подошел к нему и думаю, неужели это новинка с таким экраном. Смотрю, да, действительно так бы подумал, что просто какое-то бюджетное решение. Кстати, вон там есть Triton 300-ки. Точно так же выглядят. С видеокартой 1650. То есть внешне вообще практически не отличаются. Видимо, сделали вот так, чтобы максимально цену, знаете, держать в ежовых рукавицах. И не сильно разбегаться. Кстати, цены тоже постараемся обозначить чуть позже. Да больше-то и добавить нечего. Все это дело нужно долгое дело тестировать. Особенно понять вообще, насколько 300-герцовые экраны оправданы. Сможет ли глаз как это воспринять во время игр или нет. Вот, собственно, вот такие новинки. Acer в рамках HIFO показали. Ну, неплохо. Не устану повторять, что вы участвовали в наших конкурсах. У нас проходит конкурс на Xiaomi Redmi Note 8 Pro. По ссылке в описании будет отдельная ссылочка, где можно поучаствовать. Также мы до сих пор разыгрываем Xiaomi Mi 9T Pro. Результаты будут 10 сентября у меня в Инстаграме, в сообществе YouTube, в Телеграме. В общем, вот второй день. Ифы, грубо говоря, смотрим, что происходит. Надеюсь, скоро начнутся мобильные устройства. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok